Приветствую вас, Ксения. Давайте разберем ваш вопрос. Вы говорите, что вам 29 лет, вы встречаетесь с мужчиной 34 лет, 2 месяца. Ну, поскольку вы начинаете с возраста, то я спрошу у вас о том, какое значение для вас имеет возраст, и имеет ли он для вас значение, потому что вы начали именно с него, с возрастом. Дальше вы говорите, что встречаетесь 2 месяца, это достаточно небольшой срок, что между вами общего, между вами и мужчиной, что общего, что вас объединяет. Есть ли что-то, помимо, грубо говоря, гендерных отношений между вами, есть ли что-то, что объединяет вас, как личные личности, как людей, но не как мужчину и женщину. Дальше, вы говорите, что мужчина разведён, и, соответственно, это сразу даёт нам основание для нескольких элементов, нескольких нюансов. Дело в том, что разведённый мужчина означает, что у него есть определённые неудачи в отношениях. То есть мужчина каким-то образом привёл свои отношения к неудачам. И у вас так получается, что мужчина говорит, что ему много пришлось пережить за время его отношений. То есть здесь, по большому счёту, имеет место быть, с одной стороны, жертвенность, да? То есть человек не берёт на себя ответственность за то, что с ним произошло, за то, что произошло с его отношениями, отношениями в том числе. С одной стороны. С другой стороны, человеку явно здесь тяжело, у него явно есть травма. Травма. Мышина явно травмирована. То, что привычные представления о мире, о людях, о себе оказались не совсем верными, не совсем. Реалистичными. К сожалению. Для человека. Дальше вы пишете, что, значит, я зарёкся, я больше никогда не буду ни в кого влюбляться, я боюсь тебя влюбиться. Ну, здесь элементарный страх близости, как раз таки основанный на том, что у него было. То есть на разводе с одной стороны и на травматичности этих событий с другой стороны. Плюс ещё некая жертвенность присутствует, и мы получаем полный букет того, что для мужчины близкие отношения достаточно угрожающие сначала. Грубо говоря, близкие отношения для мужчины — это некое обязательство, определённый долг. Ну, перед партнёром, перед собой, и это больше обязательств. Больше обязанностей, чем прав. Для человека это выглядит именно так. Смотрите, что происходит дальше. Вы сближаетесь. Какое-то время у вас всё хорошо, потом мужчина отдаляется. Ему вроде бы и хочется близости, но в то же время он её боится. И невольно начинает манипулировать вами, чтобы вы как можно меньше оставили ему условия. Это не происходит, скорее всего, специально. Это происходит, скорее всего, неосознательно, неосознанно. Это нужно понимать. Вы говорите, что не было так хорошо. Теперь я в неопределённости. Здесь я бы хотел вот на какой момент обратить ваше внимание. Давайте я зачитаю, да? Значит, вы говорите. Мне в свою очередь волновалось, что что-то не так, как будто он есть, но его вроде бы нет. Это тревожность определённая. И у тревожности ваша есть причина. Тревожность в целом – это невозможность полагаться на свои чувства, невозможность полагаться на себя. А некая потребность, необходимость либо полагаться на других, либо, соответственно, игнорировать. То, что происходит. Дальше. Значит, смотрите, вы пишите, что меня волновалось, что что-то не так, что его нет. То есть вы за то время, пока встречаетесь, вероятно, успели к человеку привязаться. Привязавши стали зависими. Зависимость – это те же потребности, те же желания, но которые вы пытаетесь удовлетворить за счёт своего мужчины. Важно понимать, что это за желания, какие-то конфликты и противоречия ваши внутренние для того, чтобы самостоятельно их разрешать и не быть зависимыми в отношениях, тем самым представляя из себя более привлекательного и самобытного партнёра. Потому что вот кто-то говорит, что меня тревожит, но это просто. Вы чего-то боитесь. Например, боитесь быть брошенной. Это про восприятие себя, про восприятие своей ценности и про детско-родительские отношения. Дальше. Вы пишите. Мне трудно находиться в неопределённом состоянии. И невольно возникает вопрос. В чём трудность? Как образовывается трудность? Как она появляется? Обначает ли это, что вы боитесь, не хотите принимать решения самостоятельно? Это нужно выяснить. Это очень важный момент. Дальше. Вы говорите, что мне трудно быть в неопределённом состоянии. То есть, трудно сделать выбор. То есть, я хочу, чтобы выбор сделал другой человеку. Я хочу, чтобы он, другой человек, определил то, где я сейчас нахожусь. Ну, как вы понимаете, я надеюсь, что вы понимаете. Позиция здесь зависимая и ведома. Плюс, вы говорите, может быть, я тороплю события. То есть, получается, что вы в отношениях с мужчиной ведёте себя неестественно, сомневаетесь в себе, испытываете неуверенность. Вероятно, сверг мотивацию с ним выйти. Дальше. А вы пишите, ведь было так хорошо. Ну, хорошо было вам. Неизвестно, было ли хорошо в мужчине, и если да, то насколько. То здесь вы, опять же, говорите про себя, не про него, не про человека. Теперь я каждый день переживаю, что что-то не так. Это про тревожность, про страх быть брошенным. Вероятно, про страх одиночества. Я очень переживаю по поводу нас. Когда он не бежит, не звонит, я сама начинаю ему писать. Ну, здесь, опять же, мы говорим о определенной эмоциональной зависимости от человека. То есть, вы не чувствуете себя цельной глобально, и цельность пытаетесь, как бы, добрать за счёт мужчинам. А он это чувствует, для него это выглядит, как то, что вы пытаетесь к себе привязать его. Он отдаляется, пытаясь, ну, бессознательно, пытаясь вас себе подчинить таким образом. Вы, собственно, это и делаете. Вы, как бы, если он не проявляет инициацию, вы её сами проявляете, но проявление этого воспринимается, как попытка подчинить. То есть, понимаете, да, два таких очень тревожных, по сути, эм, да, очень тревожных людей, да, вот, да, они, вот, не могут построить отношения. Ну, и отношения не развиваются и ничего не меняются. Ну, потому что он чувствует, что вы в нём нуждаетесь. С одной стороны его это напрягает. И вам нужно понять, в чём именно вы нуждаетесь в нём. С другой стороны, с другой стороны, вам нужно, чтобы отношения развивали. То есть, на первое место здесь вам и ставятся отношения. Не человек, не желание для него что-то делать и чем-то делиться с ним просто, а именно отношения. Что также чувствуется вашим партнёром. И что также вызывает у партнёра вашего, скорее всего, ну, негатив. Как мне быть в этой ситуации? Чтобы что? Может перестать напоминать о себе и дать ему время? Идея хорошая, но без работы над собой. Должного эффекта мне предоставят. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Вот так вот. Ну, давайте смея схожи с одним из них.